Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, в каких направлениях будет развиваться Новосибирская область в ближайшие годы, ГОСТах для школьного питания и выставки современного художника в Новосибирске. О будущем Новосибирской области сегодня пойдет речь на форуме «Социально-экономическое партнерство-2018». В Театре «Глобус» соберутся первые лица города и области – министры, депутаты, общественники, ветераны труда, люди, имеющие особые заслуги перед нашим регионом. О том, как будет развиваться область, стратегические направления на ближайшие годы и актуальные задачи озвучит временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников. Отмечу, что в преддверии форума правительство региона совместно с экспертами обсудило реализацию таких федеральных программ, как «Десятилетие детства», «Комфортная городская среда», а также проект реиндустриализации экономики Новосибирской области, поддержку малого бизнеса, развитие сельских территорий и моногородов. Добавлю, что на форуме пройдет награждение заслуженных жителей региона. Прямую трансляцию смотрите на нашем канале в 13.00. Для школьного питания могут ввести обязательные ГОСТы. Такой законопроект разрабатывают Советы Федерации. По мнению инициаторов, производители, не соответствующих стандартам продуктов, не должны допускаться к закупкам. Напомню, еда для школьных столовых должна соответствовать специальным санитарным требованиям, но ГОСТы пока остаются добровольными к исполнению. В Новосибирске в эти дни проходит межрегиональный форум, посвященный проблеме профилактики ВИЧ-инфекции. Темпы заболеваемости, увы, не снижаются. В регионе сегодня больше 30 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. Задача общественных организаций в этом плане – профилактика. О программах и методиках, в том числе уникальных, расскажет Мария Черешнева. Это больше похоже на дружескую встречу, но разговор серьезный. За столом представители некоммерческих организаций из шести регионов России. На поездке дня вопрос, как усовершенствовать программу помощи ВИЧ-инфицированным. Иногда, на самом деле, затянуть, вернее, ну то есть пригласить в программу сложно. Причем сложно даже сейчас взрослое поколение, особенно мужчин. То есть вот с группами мужчин, это самая, наверное, сложная аудитория – догнать и причинить добру. Знаете, но когда человек одну-две встречи посетил, на третью он уже идет сам. Программа «15» – это серия тренингов для людей с социально важными заболеваниями. ВИЧ, наркомания, алкоголизм. Особое внимание молодежи методику разработали в Новосибирске. И, как уверяют, аналогов нет. Это поведенческие навыки, которые связаны с общением, с информацией, с получением информации, с сохранением каких-то вот аспектов, связанных в том числе и здоровья, с формированием семейных ценностей, с ощущением уверенности в себе. Автор программы, общественная организация «Гуманитарный проект» в этом году получила президентский грант почти 7 миллионов рублей на то, чтобы программу расширить, в том числе географически. Внедрение цифровых технологий для нас это новое. То есть мы постараемся многие вещи оцифровать, и чтобы те, кто желают осваивать навыки, сумели делать это в том числе онлайн с помощью доступных каналов. Программу «Все тренинги от первого до последнего» ежегодно проходят сотни участников, но результат оценить довольно сложно. Полного выздоровления быть не может, но если человек, скажем, бросил курить или придумал себе новое хобби, пересмотрел жизненные планы, это уже победа. Мария Черешнева, Артем Валевич, Новости ОТС. Новосибирский государственный художественный музей представляет выставку работ заслуженного художника России Александра Новика. Это больше сотни живописных и графических полотен, созданных с начала 80-х годов. Критики считают даже ранее творчество Новика достаточно современным. В картинах мастера окружающий мир предстает преображенным и необыкновенным. Пейзажи красочные, женщины на картинах загадочные и неуловимые. Предметы структурные и очевидные. Хоккеисты сибирских снайперов сегодня проведут очередной матч регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги. Соперник нашей команды – Нижнекамский «Реактор». Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. «Реактор» сейчас борется за 7-8 места, а новосибирцы попробуют подняться на вторую строчку. Команды уже встречались в этом сезоне. В Новосибирске дважды сильнее оказались хозяева 2-0 и 7-1. Очередная игра пройдет сегодня в Нижнекамске. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о дополнительной финансовой поддержке сельхозпроизводителей Новосибирской области, приоритетах молодежи при выборе недвижимости и едином выпускном школьников Новосибирске. Власти Новосибирской области планируют выделить сельхозпроизводителям дополнительно 500 миллионов рублей поддержки перед посевной кампанией. Об этом сообщил в Рио губернатора Андрей Травников. По его словам, соответствующие изменения в закон о бюджете будут рассмотрены 1 марта на сессии законодательного собрания региона. Травников отметил, что в прошлом году в сельском хозяйстве сложилась непростая ситуация, в том числе из-за сложностей с оперативным вывозом зерна на экспорт. Для решения этой проблемы были приняты ряд мер, а также выделены средства из бюджетов разных уровней. Большинство молодых новосибирцев хотят обзавестись жильем до появления детей. Это выяснили в ходе опроса аналитики портала n1.ru. Также стало известно, что четверть горожан не планирует брать недвижимость в кредит, а купят ее только когда для этого будет достаточно денег. Третий по популярности ответ – своей квартирой нужно обзавестись до 30 лет. Самой непопулярной оказалась перспектива снимать жилье, при этом не отказывая себе в других дорогих расходах, например, на путешествия. Новоселье отметили сотрудники почты в одном из сел Болотнинского района. У организации в этом году появилось новое здание. Хотя еще совсем недавно стоял вопрос о закрытии отделения. Как удалось решить проблему, узнала Ирина Тоскаева. Мы голосовали, говорили, что почта была у нас. Народу много было. Стояли мы все на улице, ждали телевидение. Чуть не половина деревни была. Для нас, для пенсионеров, без почты нам никуда. Баба Люба и Баба Наташа вспоминают то время, когда почту защищали всем селом. Стоял вопрос о закрытии отделения. Оно располагалось в неприспособленном здании. Вот этот покосившийся домик раньше служил корниловцам отделением связи. У меня даже на полу масло, оно загустело, замерзало. Вода в ведре замерзала там вообще. Придешь утром на работу, вода замерзшая. Вообще холодно там было. Хоть и обогреватели включали, и отопление там электрическое. Холодно было. Посидишь сейчас, все уже, ноги замерзало. А там целый день мне нужно было сидеть. Закрывать почту нельзя. Это понимали жители. Этот вопрос решали глава поселения и глава района. Почта находилась в крайне ветхом здании, уже в аварийном. Там и холодно, и условий никаких. И вопрос давно стоял. Другого помещения не было, куда перевезти почту. И вплоть до того, что почтамп ставил вопрос о том, что вообще ее закрыть. Когда, помните, волна была по закрытию отделений некоторых. Слава Богу, что нам удалось отстоять его. Но вот сейчас вместе с главой поселения приняли решение, и они освободили помещение в здании администрации сельского совета. И сейчас она в хороших условиях. Специалисты сельской администрации потеснились, освободив один кабинет для отделения связи. Теперь корниловцы все коммунальные услуги оплачивают в одном здании. За свет и телефон на почте, в соседней комнате, за воду и тепло. Видите, как хорошо. И светло, и тепло. И подручно. Сельсовет идешь за одно платишь, и за другое сразу. Одно место, и дорога хорошая. Так что мы очень довольны, что у нас почта здесь. Помимо проведения платежей, на почте корниловцы приобретают продукты, товары первой необходимости, газеты и журналы. Сейчас, например, спросом пользуются семена. Здание сельсовета теперь у корниловцев самое востребованное. Ирина Тоскаева, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Единое выпускное состоится в Новосибирске 23 июня. Дату утвердили заранее. Напомню, 25 июня в Новосибирске запланирован грандиозный праздник. Мегаполису исполнится 125 лет. Но без торжеств по поводу окончания школы выпускники не останутся. Добавлю, что в этом году аттестаты получат более 7 тысяч учеников. Сегодня в Новосибирском областном российско-немецком доме откроют персональную выставку Владимира Тархова «В поисках света». Художник уже четверть века работает в стиле импрессионизма. Пишет пейзажи пастелью, что редкость для современных мастеров. Есть в коллекции автора и вольные копии известных мировых шедевров. Картин Клода Мане, Сальвадора Далли, Леонардо да Винчи. Однако основная часть экспозиции все-таки пейзажи. Живописные уголки Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калининграда. Художник представит и советский Арбат эпохи Булата Акуджавы, когда на известной московской улице рисовали художники и играли музыканты. Именно они сделали Арбат одним из главных объектов столицы для туристов и горожан. Таким его запомнил и запечатлел на холсте и Владимир Тархов. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об основных этапах развития Новосибирской области, государственной поддержке безработных и фестивалей японского кино в Новосибирске. О будущем Новосибирской области сегодня пойдет речь на форуме «Социально-экономическое партнерство-2018». В театре «Глобус» соберутся первые лица города и области – министры, депутаты, общественники, ветераны труда и люди, имеющие особые заслуги перед нашим регионом. О том, как будет развиваться область, стратегические направления на ближайшие годы и актуальные задачи озвучит временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников. Отмечу, что в преддверии форума правительство региона совместно с экспертами обсудило реализацию таких федеральных программ, как «Десятилетие детства», «Комфортная городская среда», а также проект реиндустриализации экономики Новосибирской области, поддержку малого бизнеса, развитие сельских территорий и моногородов. Добавлю, что на форуме пройдет награждение заслуженных жителей региона. Прямую трансляцию смотрите на нашем канале в 13.00. Рука помощи от правительства. Минтрут России хочет увеличить размер пособия по безработице. Ведомство в ближайшее время вынесет соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Документ предусматривает упрощение назначения выплаты и ее величины. Напомню, сегодня минимальный размер пособия по безработице составляет 850 рублей, максимальный – 4900. Напомню, на прошлой неделе в Рио губернатор Андрей Травников заявил, что среди регионов Сибири Новосибирская область – один из самых высоких уровней занятости населения и один из самых низких уровней безработицы. Урок мужества прошел в одной из школ Октябрьского района Новосибирска. Свою историю детям рассказал солдат, который служил в Афганистане. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Как будто бы вся бабья, боль в России, в девчонках очень вдруг отозвалась. Отрывок из баллады о зеничицах Роберта Рождественского в прочтении ученицы школы открывает урок мужества. У нас про молодых девушек моего же возраста, которые в моем возрасте сейчас были в то время на войне, и они шли, сражались, погибали, но за нас, за Родину. Однако, сегодняшняя встреча посвящена событиям в Афганистане. Если с главными выводами Великой Отечественной войны мало кто осмелится поспорить, то о локальных конфликтах, в том числе ближневосточных, немало разнотолков. Сегодня о десятилетнем противостоянии талибам в Афганистане ребятам рассказал Иржи Адоев. Мы оказывали помощь, возили продовольствие, строили школы, оказывали помощь в восстановлении дорог, восстановлении мостов. Тот же знаменитый туннель Салан, который неоднократно был взорван и не действовал. Восстановили наши, сделали нормальное сообщение между севером и югом Афганистана. Но и у солдат во время затишья были сомнения, а стоило ли вмешиваться в чужой конфликт. Однако потом под залпы вражеских орудий в горах с автоматами в руках до последнего выполняли приказ Родины. К слову, сегодняшний урок мужества в Октябрьской школе далеко не первый. Встречаемся, конечно же, в первую очередь с ветеранами Великой Отечественной войны. Просто с каждым годом их становится все меньше. Поэтому я считаю, что, может быть, в какой-то мере неправильно то, что мы всегда обращаем внимание на те далекие годы. Хотя, конечно, они достойны внимания и памяти. Но у нас есть герои сегодняшних дней, которые мы тоже должны уделять должное внимание. Подобные встречи теперь будут проходить чаще. Партия «Единая Россия» инициировала специальный проект «Историческая память». А это не только уроки для школьников, но и реставрация памятников, публикации забытых историй локальных конфликтов, восстановление исторической справедливости. Николай Сальников, Александр Ведерников, Новости ОТС. Сегодня в победе начинается фестиваль японского кино. Поклонников творчества именитых Акира Курасава, Хаяо Миядзаки и Такеши Китана ждут пять разноплановых картин. Так на открытии покажут «Третье убийство» режиссера Хирокадзу Караидой. Этот автор уже получил признание жюри Каннского Венецианского фестиваля и неофициальное звание живого классика японского кинематографа. Фильм «Третье убийство» — это детектив, снятый по всем законам жанра. История о молодом адвокате, который стремительно делает карьеру и берется за сложные дела. Завершит фестиваль японского кино студенческая комедия «История Юнаске», которая окунет зрителя в атмосферу Японии в 80-х годах. Хоккеисты сибирских снайперов сегодня проведут очередной матч регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги. Соперник нашей команды — Нижнекамский «Реактор». Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. «Реактор» сейчас борется за седьмое-восьмое место. А новосибирцы попробуют подняться на вторую строчку. Команды уже встречались в этом сезоне. В Новосибирске дважды сильнее оказались хозяева — 2-0 и 7-1. Очередная игра пройдет сегодня в Нижнекамске. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе «Пирс ТВ». Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об ухудшении экологической ситуации в Новосибирске, реформе единого госэкзамена и борьбе с поддельным алкоголем в стране. Из-за похолодания в мегаполисе резко ухудшилась экологическая ситуация. Над Новосибирском скапливаются вредные примеси. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов в атмосферу. При отсутствии ветра фактором накопления опасных веществ в воздухе является инверсионное распределение температуры с высотой, когда вместо обычного падения происходит рост, пояснили специалисты гидрометцентра. Кроме того, по утрам на регион опускаются туманы, что тоже влияет на ситуацию. От выхлопных газов автомобилей, выбросов ТЭЦ, индекс загрязнения атмосферы Новосибирска в эти дни остается высоким. Миноборнауки проведет масштабную реформу единого госэкзамена. К 2030 году выпускники российских школ будут выполнять во время ЕГЭ задания по моделированию виртуальной реальности, а результаты будут оцениваться с помощью компьютерных интеллектуальных систем. Ведомство также планирует увеличить количество устных вопросов. Кроме того, детям будут давать тесты, для выполнения которых потребуется использование интернета. Правительство России предложили уничтожать нелегальный алкоголь без решения суда, причем ликвидировать товар будут на месте, то есть сразу после обнаружения. Власти пояснили, что это вынужденная мера, так как изъятая контрафактная спиртная продукция на складах с 2010 года накопилось уже 40 миллионов литров. Уничтожать ее нельзя, а хранить дорого. Отмечу, что проблема актуальна и для Новосибирской области. В регионе периодически выявляют контрафакт. Так, например, в начале этой недели в поселке Каменка под Новосибирском был обнаружен подпольный цех по производству алкоголя. Сотрудники полиции изъяли более 7,5 тысяч бутылок с этикетками различных водочных марок, а также почти 5 тысяч литров поддельного крепкого алкоголя. Среди их пациентов больше мужчин, однако от несчастного случая не застрахован никто. На счету медиков ожогового центра тысячи спасенных жизней. В этом году центр отмечает юбилей. Владимир Васильевич вспоминает, пришел к тёще запускать отопление после ремонта. Наклонился посмотреть, не течет ли труба. В этот момент шланг вырвало. Мужчину окатило кипятком. Все пациенты с ожогами сначала попадают в этот травмпункт. Сегодня здесь очередей нет. Медики отмечают зависимость. Чем день длиннее, тем ожогов больше. Новогодние ожоги у нас были долго. Вот эти петардовские. Сейчас как-то получше стало. Никак не можем летом справиться с розжигом. Столько поступает больных. Розжиг продается во всех хозяйственных и даже других магазинах. И им люди не всегда пользуются. Там слишком невнятно, мелко написана инструкция по применению. И, как правило, все лето мы боремся с розжигом. До 91-го года в регионе было лишь несколько ожоговых коек в двух медучреждениях. Специализированное отделение в областной больнице появилось в 91-м. В 93-м создан ожоговый центр. За четверть века изменились не только технологии, но и подход к лечению пациентов. Одна из основных философий, что ли, это вот именно щадящее отношение к ранам. И дать возможность организму самому справиться. Ему создать условия необходимые. Уменьшить травматизацию всех манипуляций, перевязок и так далее. И это работает. Необходимость в операциях снизилась в разы после того, как появились современные материалы. И если в 2000-м пересадка кожи потребовалась каждому третьему госпитализированному ребенку, то уже в 2016-м году лишь каждому десятому. Самые тяжелые, говорят врачи, когда к ним попадают люди, у которых обожжено 100% кожи. Иногда эти пациенты в сознании, но от ожогового шока гибнут через несколько часов. Самый уникальный пациент это 95% с ожогами третьей степени, которого мы вылечили в 2007-м году. Но в принципе каждый год поступают пациенты с точкой свыше 60%. Какие технологии используют в работе и в чем уникальность флюидизирующей кровати? Смотрите в воскресенье 4 марта в 14.00 в программе про здоровье. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. 675 рублей. Именно столько составил размер среднего чека в магазинах России в январе. Это на треть больше аналогичного показателя предыдущего года. Отмечается, что покупки граждан стали более продуманными. Но в то же время в продуктовой корзине появляется все больше дорогих товаров. Эксперты полагают, что это связано с ощущением стабильности у людей, так как у них появилась уверенность в завтрашнем дне. В прошлом году в России зарегистрировали 1 миллион браков. Это на 6,5% больше, чем в предыдущем. Динамика оказалась положительной впервые за 4 года. Специалисты считают, что россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение и перестали откладывать походы в ЗАГС. Отмечу, что жители Новосибирска также стали чаще играть свадьбы. В прошлом году свои отношения узаконили около 19 тысяч пар. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи.